Всем привет, с вами Тимон, 984, и я уже не первый раз это видео записываю, так что я, наверное, уже весь выговорился в прошлых записях, поэтому сейчас я буду либо сильно бомбить, либо... Короче, все вы помните прошлое открытие паков, где меня вблизы просто потроллили жутко. Когда мне выпало с 40 паков одна леха. Причем на рогу. На рогу! Кто меня смотрит, знает, какое мое отношение к разбойнице. Я не люблю этот класс, потому что я им никогда не играю. Я какие колоды не создавал. Вот у меня, кстати говоря, по поводу истории, почему я не играю на роге, я какие колоды бы не составлял. Я не понимал, как им играть, потому что я даже изучал карты, но мне было вообще... Ну не нравится мне этот класс, ну не мой. Ну я подумал, раз мне выпадают все время то Эдвин Ван Клифф за предзаказ... То за предзаказ что-нибудь дадут, то Эдвин Ван Клифф за эту набор новичка, то еще что-то, то еще что-то, то еще... Я решил посмотреть квест-рогу. И я нашел колоду, в которой у меня были все легендарки. Это не бюджетная дека, хотя она не из дорогих, наверное. Хотя что я несу? Там, по-моему, 4 или 5 легендарок, и это считается дорого, наверное, да? То есть у нас там квесты, Эдвин Ван Клифф, Тессида Грифф, Зилиакс... По-моему, что-то еще есть, ну как минимум 4 легендарки есть, а это у нас типа 1600 были, а если бы в золотом были бы... То вообще... Ну ладно. В общем, у нас есть квесты, нам нужны карты, которые дают... Знаете, я в нескольких тех видео говорил одну фразу по поводу Ведьмина Лиса. Смотрите, Ведьмин Лис дает нам... Я прям сразу заранее скажу. Ведьмин Лис дает нам возможность взять карту другого класса, но только не в зеркальном противостоянии. Если честно, нам выпадает для этой записи зеркальное противостояние. И я не удивлюсь, если это будет колода квест-роги. Случайное существо другого класса. Ну ладно, то есть... Это квест-рога. Это зеркало. Это Мирор, и мы выиграли. Ну что ж. Было весело. Ладно. Это такое, знаете, мини-вступление. А теперь поехали. Сейчас должно быть все в порядке, нам выпадет. Давайте то, что надо. Я хочу показать принцип этой колоды. Как ее играть. Как ее выиграть. Хотя на 20 ранге показывать это странно, но ладно. Но для принципа нам нужно выполнить квест вначале, который выпадает всегда. И... Несколько карт, которые помогут его разыграть. Властелин Грома. Я не стал тогда покупать. Там всего... Тысячу, по-моему, стоило рублей. Тысячу двести. Не знаю. Я не стал его покупать, потому что мы и так два скина на шамана. И как бы... Скидываем все, потому что нам нужно... Ну, кроме задачи. Нам нужны карты, которые дают карты других классов. Побыстрее. Прямо за несколько ходов. Ну и археолог неплохо, потому что пока есть квест, можно сделать добор. Для добора это отличное. Кстати говоря, вот, пожалуйста, нам выпадает уже карта. Вы кладете в руку двух случайных заклинаний другого класса. И такими картами можно за два хода. За три хода, если они у вас есть. То есть первый ход вы кидаете квест. И если у вас в руке есть две карты, вы просто кидаете их и выполняете квест. Либо еще каким-нибудь образом, но быстренько... Это Мурлок Шам, поэтому это не круто. И быстренько мы разыгрываем это. Так, закончить. Что у нас здесь призывают копию? Перерождение. Ну, нормально. Дальше мы что делаем? Либо делаем добор, либо сейчас может быть выпадет то, что мне нужно. Нет, не выпадает шквал клинков. Да, давайте поговорим... Я говорил про квест? Нет, по-моему, еще не говорил. То есть, что делает вообще этот квест? Этот квест улучшает нам силу героя. Ну, все квесты сейчас улучшают силу героя. Но в чем суть? У нас оружие становится 3-2. Я думаю, это и так каждому понятно, но... Ладно, все равно скажу. И мы... Блин, сейчас я еще про Мурлоков скажу кое-что. То есть, у нас оружие становится 3-2, и мы получаем неуязвимость. Мурлочья колода. Это настолько долбанутая, настолько классная, настолько надоедливая колода, что я просто не знаю, как на нее реагировать. В каком-то смысле, это колода сильная. Потому что вы накида... заполнили весь флоум Мурлоками, они друг друга просинергировали, получили огромную силу и просто долбанули в лицо. Но если у вас что-то там не получается, если у противника есть на первые ходы хорошая зачистка, то просто... Идите нафиг с этой колодой. Поэтому... Я не восторг от этой колоды. Ну, блин. Все. Это конец. На какой? На пятый ход. На четвертый даже считаю. Близзы. Вы хотите, чтобы я совсем сгорел? Да, это 20 ранг. Это... Охренеть. Так, мне надо отдышаться. Давайте еще раз попробуем. Третий матч. То есть, первый мы выиграли, потому что противник сдался. Второй мы проиграли, потому что это долбанные Мурлоки. Как я играю? Так, все в порядке. Дохожу аж почти до 15 ранга. Потом мучаюсь на чудо-стере. Тестирую его. Спадаю опять на 20. Как записываю видео, так мне попадается всякая гадость, которая не дает мне нормально... Господи, отстаньте от меня, Близзы. Так, вот, кстати, сейчас неплохое начало. То есть, у нас, смотрите, есть та самая кража, есть базарная кража. Вот они отлично подходят. То есть, мы скидываем трети. Мы разыгрываем квест. Мы разыгрываем кражу. Получаем случайную карту другого класса. Одну. Еще как-нибудь достаем три. И нормально играем, да? Скажите мне, что да. Ну, пять это долго. До пятого хода, даже до четвертого, учитывая, что монетка, есть только еще одно существо. Так, ну ладно, две карты у нас есть. То есть, нужны еще две, но еще их нужно разыграть. Но мы сейчас будем пробовать с кража что-нибудь достать. Кинни, дракон, что не снижает. Окей. Я уже понаговорил много, да? В видео, думаю, поэтому сейчас просто... То есть, там я уже выговорился, а теперь можно спокойно, наверное, начать просто тестировать колоду. Убираем вот эту сволочь. Я не знаю, что сказать, потому что я выговорился, наверное, и теперь... У меня либо сейчас патология пойдет, либо... Я не знаю. Поэтому давайте просто поиграем, будем просто смотреть, что у нас здесь есть, каким образом мы можем что-то сделать. Ну, четвертый ход я бы мог разыграть, но давайте мы удар спину на провокатора, возьмем прихвост. Уберем еще одного... Два я чувствую, безо. И просто... Я не знаю, ну... Я ожидал такой реакции, даже от себя, потому что это рога. Я ей... Учитывая, что я не доверяю этой колодии, я ее крафтил просто на свой страх и риск, потому что я понимал, что, возможно, я ей не буду играть, но вроде поначалу зашла. Ну, как записывать видео, так какая-то проблема, да? Арены я больше точно не хочу... Последнее, что я играл, это не арена была, это была потасовка платная. Там я хоть... Ну, сначала хоть чуть-чуть выиграл, а купил. А потом, наконец-то, сделал так, чтобы меня бесит циферка 5 в этих... В моей... Короче, в моем количестве монет меня бесит, что в конце циферка 5, потому что ничего не стоит, чтобы было 25, 35, там 105. Но при этом там 5 монет, поскольку в потасовках, ой, в аренах давали мне иногда 25 монет, 35 или что-то такое. Ловец скверны. Ребят, вот что вы скажете, это же, я забыл, это суккуб, да? Или как ее? Что вы скажете по этому поводу, что близзы изменили, чтобы... Я считаю, что это полный бред, вот это вот, там, изменять рисунки, добавлять, там, декольте, джайни, еще что-то такое, или что-нибудь там добавили. Ну, в общем, по мне, так это бред. Ну, как бы у каждого свое мнение. Вот мы сейчас можем, значит, получить два случайных загнания, сейчас дайте подумать. Ну, а тут думать нечего. Либо мы можем зачистить стол, то есть по одному ударить, смотрите, так, сюда два. Мы можем сейчас зачистить стол в данный момент, а потом квест получить. Сюда делаем раз, два, и просто... Давайте еще в лицо ударим один раз, и просто уничтожаем через шквал клинков. Он еще есть один, тем более, у меня в колоде. Лучше зачистить стол, чем это. А теперь, смотрите, мы уже разыграли две. Сейчас мы берем два случайных загнания другого класса, и, наконец-то, я покажу принцип этого квеста. Неужели? Мы ставим... Ну, я говорю, вообще-то, кто играет в Христово, они и так знают принцип этого квеста. Мы получаем, значит, шквал клинков. Не, древние клинки. И, допустим, сейчас опять зачищаем стол, поскольку, видите, он неуязвим у нас. Сколько мы разыграли за этот ход карт? Раз. Одну. Нет, я на ней буду ставить. Можно было, кстати, вот через это вон, блин. Ладно, ну, теперь выбрасываем эту карту, она бесполезна нам, пока был квест. Можно было. И вот так. Теперь у нас есть шанс, во-первых, выиграть с помощью этого оружия. Плюс... Плюс... У него 14, у меня 10. Окей. Думаем, что делает. Так, ну, зилик составить... Бесполезно, да? Тогда бьём в лицо и ставим ещё раз клинки. После, наверное, записи я покажу вам... ...колоду, что туда входит. Я, если не ошибаюсь, что тут 4 легендарки, но, возможно, я что-то путаю и есть ещё что-то. Не могу вспомнить, значит, сейчас ещё раз. Эдвин, Тес, Силиакс. Квест. Ладно. Так, смотрите, 3, 6. Через это мы можем 9 сделать. А смысл? Типа, поставим Зилиакс сейчас. В любом случае, нам хотя бы восстановит что-то. Ну и так, выбросим просто... Давайте для прикола Эдвина поставим. Типа, карта классная. Если бы это не был Разбойник, я бы считал... Ну, была бы эта классовая карта, я думаю, что она бы просто играла бы отлично во всех колодах. Но, к сожалению, это классовая карта Разбойника, и поэтому она у меня уже очень давно. Просто очень. Я, по-моему, считаю, что тогда у меня канала не было. То есть, канал моему 2 года исполнился. Сейчас, по-моему, ещё канала не было у меня. Я эту карту пусал. Ну вот, мы выиграли. Давайте даже так. А, не получится, я хотел. Ладно, давайте клинком ударим. И теперь Эдвином. Ну, опять же, это не показатель, так как это 20-й ранг. Ну, я говорю, я решил показать саму колоду. Сам принцип. И давайте теперь пойдёмте в мою коллекцию. Да, у меня осталось 1110 пыль. Пожалуй, что не 111. И вот она, это квест Рога. И у нас, правильно, у нас, смотрите, 4 легендарных карты. Это базарная кража. Это Эдвин Ван Клифф. Так, не уходи. Это Зилиакс. Ну, Зилиакс сейчас в каждой колоде играет. Он не играл, мне кажется. Ну, везде играет. И это Седагриф. Есть более дорогая колода. Туда идёт у нас... Сейчас, давайте. Вихлепых. Не то. Туда ещё идёт король воров Вихлепых. Ну, там что-то ещё. Ну, просто, если у вас под контролем есть прихвостень, вы выбираете фантастическое сокровище. Ну, то есть... Я думаю, к шестому ходу вы, думаю, разыграли квест. Это не так. Это и только у меня такого нет. Ну, думаю, если вы разыграли к шестому ходу, то... В принципе, карта хорошая. Но я думаю, что он тоже по поводу сокровища рассчитан на... Хотя не знаю. Я не знаю, что он даёт там. Поэтому, как бы... Да, по поводу общей роги. Давайте посмотрим. Легендарная. Да? Стоп, даже готово. Если я не ошибаюсь, у меня... Посмотрите, на рогу. Раз, два, три, четыре, пять легендарок. На остальные классы, мне кажется, мне меньше. Друид, четыре. Ладно, откуда у меня Кенарий? Кто смотрел открытия пак, можете написать, что я Нубас. Не помню, когда мне выпал Кенарий, но я не помню, откуда он. Наверное... А-а-а! Это, наверное, выпуска два назад было. Я открывал там паки, и то есть мне выпал с классики. Ну, ладно. Охотник... Три. Легендарки. Так, Мах вообще две. На Мах у меня всегда было классно, но сейчас две. Значит, Жрец две. Разбойник пять. То есть, вы видите, да? Шаман пять. Ну, я их крафтил. То есть, я скрафтил Дрыжеглот. Нет, Дрыжеглот мне выпал. Или нет? Да, Дрыжеглот мне выпал. Я скрафтил Ведьму Хагату. Я скрафтил Электро Бурешквала. Точно вот эти две карты я скрафтил. То есть, суть в том, что на рогу я не крафтил вообще ничего. Это все мне выпало. Если мы возьмем все карты, тут будет еще больше. Тут еще будет у нас Погибель Королей. Соня Тинни Пляс. А вот это что? Стоп. А, она есть, да, у нас? Так, но, Зоус. Когда вы замешиваете карту в колоду, вы кладете в руку ее копию. Что-то я такого вообще не помню. Ну, ладно. Дальше у Шамана 5. Ну, это ладно. У Чернокнижника 4 есть золотая. Воин 4. Ну, то есть, вы видите, только на Шамана. И то, потому что я крафтил для Дрыжеглот Шамана. Ну, классика не в счет. Классика у нас, вы сами видите, не классика, а в общем, что я говорю. Ну, тут в основном у нас, что есть классики у нас. Малигос, Грул, Чудовище, Черный Рыцарь. Я получаю их просто с паков, я просто не знаю, откуда они у меня. Когда у меня Грул выпал, я вообще думал, что он у меня есть. Дальше Керн, Кровавая Копыта. Это прям случайно. Знаете, я иногда открываю паки в независи, и мне выпадают леи. Да, вот такой вот херен. То есть, на видео нихрена какую-нибудь сыграл потасовочку, что за это подарили пак. А, нафиг он мне нужен, давайте откроем. И там легендарка. Ну вот, Близзы, вы серьезно, да? Это прям продолжение моего, знаете, бунта с того видео, с прошлого. Что еще у нас из классики? По-моему, все. Клонка, Калачика. Вот эта карта, мне надо было произносить даже. Прикольная карта. Ее мне дали в тот момент, когда я не играл в Херсона, просто зашел и типа такой, че, откуда. В общем, ладно. Вот она, наша колода. Я ее как-нибудь, может быть, даже... Давайте сделаем скриншот. Я ее добавлю, наверное, как-нибудь... Поэтому на видео сбоку где-нибудь там прикреплю. А с вами был, как всегда, Тимон, 984. Продолжал бомбить с прошлого ролика. Значит, вы должны подписаться на канал, поставить лайк, чтобы я успокоился. Всем удачи и пока-пока. Перекратите в группу ВКонтакте, там тоже будет выложена, думаю, эта колода. Пока.